Гараба ТВ представляет Стоп! Здесь не нужна вся эта хэллоуиновская атмосфера. Этот фильм имеет общего с ужасами ровно столько, сколько я имею общего с поэзией. Подозрительно честно, правда с ошибкой в названии студии, то что от их фильма чувствуют люди. Женя и Юля, знакомься, первая пара ребят. Они о свадьбе своей говорят. Он при бабле хамоват и на бабу похожий. Она сидит тихо, боясь потревожить. Но на заправке мужик не один. Есть у них с шлемом и симпотный блондин. Четкость на байке плюс 10, а с шапкой плюс 5. Всех их клуб Фобус хочет собрать. 60 лет назад на его месте Сталин бункер построил всерьез. Что случится дальше, знает лишь. Каптин от Фиоса До приезда первых ребят в темном раке клуба два человека нас веселят. Цикливый роман, на словах он герой. И тупая узда с огромной дырой. Приехал прораб. Роман его видеть не очень-то рад. Содомею показав народу, Роман берется за работу. Вначале представил Саше толчок. И по документам вскрылся небольшой пустячок. Смете 700, а на деле 500. И Рома такой, ёбанарод. Александр, я деньгами поделиться бы рад. Ведь вы же продажный прораб. Никак нет. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. После слов этих экономию становится видно. Женя Напапиной организовал этот клуб. И оказался вовсе не туп. Рома этот про хвост бабло сосет, как пылесос. Внешний вид клуба Оле не нравится. Саша такой. Осторожней, красавица. Один хомоватый мажор. Другой любовных романов герой. Что будет дальше, назревает вопрос. И сможет ответить лишь... Ах да, про Вику забыл я, подружку Ирины. Любит кладбище. Страшна. Немножко ранима. Оракулом быть желает она. Как жаль, что ты в гриме настолько страшна. Затем приходит придурковатый диджей. И всей разношерстной толпе веселей. Кокаина бахнув, он на кнопку нажал. А ребятам затем нагло соврал. Не я на кнопку нажал. Не я тот дебил. Это поди ваш Славик дверь запилил. Из темной дыры навстречу света огню движется голос. Я Славик, бля, я все починю. Его коротнуло. Куда ты полез? Бункер закрыло. Аплодисменты занавес. Чем так могло ударить электрика, что он аж кровью сплюнул? И отлетел на несколько метров. Бога ради, это электрическая будка, а не кулак Майка Тайсона. Пульс не. Кто проектировал этот бункер? Я, конечно, понимаю, что сейчас принято говорить, как плохо было в СССР, но не настолько же. Он просто пнул дверцу электрощитка. Если не будет напряжения, то дверь не разблокируешь. Что будет, если засорится толчок? Пойдемте попробуем дверь вручную открыть. Можно даже не пытаться. Дверь на попадание бомбы рассчитана. Подождите! А если какая-нибудь хрупкая женская рука сможет открыть двери бомбоубежища? Вместо электричества в клубе хотели сделать освещение с помощью керосиновых лам. Казалось бы, при чем здесь пожарный надзор? Где же ты, Джек Шепард, когда ты так нужен? Не, наш Джек. Пойду еще раз щепь. Давай, иди. Посмотри. Будьте осторожнее. Пожалуйста. К слову, ни один мобильник не ловит сети, и все поругались с родителями, никто их не ищет. Джек вдруг вспоминает, что в бункере есть кирпичная стена. Так как выбираться надо самим, они проламывают стену и изучают окрестности. Может, когда выберемся, сходим куда-нибудь? Прораб, хамло. Поувольняю всех нафиг. Ты слишком грубый с людьми. Зато ты, добрая Южечка, такая внимательная. Я заметил, как ты пялилась на этого строителя. Да, ты пялилась с ним, когда не было света. В темноте я, блядь, все видел. Умрите все! Так, возьмите себя в руки. Джек всех спасен. Жизнь идиотов ничему не учит, и они, гуляя, находят странные документы, в которых говорится, что в этом секретном бомбоубежище и 1953, КГБ Камрадз, Дранк Водка, Итинг Чилдренз, Торчинг энд Шутинг Виз Калашников, Миллион Совет Пипл Эвридей. Это место проклято. Вот где все происходило. Давайте уйдем отсюда. Шильник, спасной от дверей. Оказывается, что под бункером лежат трупы, то есть людей расстреливали и просто скидывали вниз. Зачем в бомбоубежище расстреливать людей? Зачем их просто скидывать вниз? А как же инфекции, насекомые и подобная херня? И почему вся обшивка из дерева? Но нам не дают додумать. Нас отвлекает актерская игра. Я участвовал, и Рэйди не занял шестнадцатое место. Затем ребят вытаскивают, и тут мы узнаем, что Женя боится инфекций. Руки вот бери от меня! Посмотрите на свои руки! Вы все заразные, ясно? Не трогайте меня! Он пытается найти лекарство от трупной пыли, и вдруг одну крысу кусает другая крыса. Идиотка! Крысы-переносчики бешенства! Мне конец! Просто наплевать на меня! Я для тебя ноль! Ты больше о своем строителе беспокоишься! Здесь сдохни, у тебя никакой свадьбы, а? Хэппи-энд! Да, играешь ты так же, как поешь. Ребята приходят к выводу, что темная энергетика, которая осталась после расстрелянных людей, используют страхи, или, как здесь принято говорить, фобии. Каждого из героев, чтобы запугать. Юля боится огня, Женя инфекций и микробов, Вика боится воды и распивать портвейн три топора в компании трех дагестанцев, Ира боится мышей, крыс, пауков и учебников, Роман боится нежити и, как ни странно, пранкеров. Алло? Умрешь? Умрешь? Это я звоню! Я тебе звоню! Я! Ты чё? Диджей боится правды, а отечественный Джек Шепард боится любви, о чем говорят шрамы на его руках. Ну а потом... The Dark Side of Soviet Union! Пугает ребят общей фобией. Фобией крупнокалиберного пулемета и противопехотных мин-лягушек. Да-да, без этого не обходилось ни одно бомбоубежище времен СССР. Слава богу, механизмы взрыва мин перестали работать, но они продолжают выходить из земли. Прям как с нашими треша-делами. Их мозги давно перестали работать, но фильмы продолжают выходить. Прошло уже 50 минут. Мы кровь-то увидим! А чтобы пройти это испытание, ребятам понадобится смекалка. Нужно взять деревянный ящик, спрятаться за него спиною и ждать, пока у крупнокалиберного пулемета закончатся его крупнокалиберные патроны. Даже максимальная затемненность не смогла уберечь от таланта аниматора. К слову, я не знаю, почему у него крупный калибр и что это вообще за пулемет. Дальше они проходят коридоры, и оказывается... Дверь заварена. Хорошо. На, глухо. Зачем тогда надо было показывать всю эту хрень с пулеметом? Стоп. Зачем там вообще пулемет тогда? Потом мы видим, как черное нечто охотится за Ромой. Но честное слово, оно сделать ничего не может. То есть оно не может напасть, причинить какую-то боль. Оно просто черное! Я бы на месте Ромы встал и обзывал эту херню. Но нет. Видимо, Рома подсознательно ненавидит и боится черного. Расист. Расист. Затем ненавистного в семи и раненого в руку мажора заставляют лезть вверх по шахте. 26 марта 2010 года. На окраинах Москвы. Некто Болт. ГОСТ. 77-98. По предварительному сговору с резьбовым отверстием совершили покушение на некого Евгения. И обычный, в общем-то, клуб содрогнулся от ужаса. Да, только в СССР строили такие бомбоубежища, в которых шахты были размером с человека. В следующем лезет Джек Шепард. Вдруг включаются сильнейшие вентиляторы, способные притянуть все. Шепард виснет, Рома с этой штаны нарывается на растяжку в бункере, забирая с собой в могилу свою узду. А потом, наверное, пары метана, которые застоялись в шахте, провоцируют взрыв. Диджея Железяка жизни лишила, а Джеку только жопу поджарила. С помощью доски они вытаскивают его и их начинают топить. И все нахер погибают, кроме Джека Шепарда. Единственный раз в жизни я рад концовке отечественного трэш-фильма. Простите, вы меня не подвезете? Хэппи-энд! Это сон. Я не смотрел этот фильм. Мне все это снится. Пожалуйста, проснись. Ты должен проснуться. Я не буду никогда смотреть плохие фильмы. Только проснись. Проснись! Проснись! Проснись!